Встреча с Абдулбаки 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 А Абдулбаки Встреча с 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 Абдулбаки Простым языком, если говорить, они его прогнали, сказали, мы еще долго будем Ибрагима допрашивать, часа три, так что подожди, там кафе было недалеко, или ресторан, кафе, где ребята собирались. В этом же кафе подожди, мы его привезем или он сам придет. И он говорит, мне ничего не оставалось делать, я ушел. Но прошло и два часа, и три часа, я позвонил Ибрагиму, но он на телефонные звонки не отвечал. И я начал переживать, говорит, и вернулся туда. Когда я туда вернулся, говорит, несколько улиц было оцеплено, говорит, очень много полицейских машин, скорые, и естественно в оцепление меня не пустили. По фотографиям, мне так кажется, это вот как в кино бывает, я только в кино слышал такое, и кино видел. Расстреливают сына, то есть расстреливают человека, и потом как бы контрольный выстрел в голову. Шесть выстрелов сделано, сделано, значит, на теле, шесть выстрелов на теле, один выстрел в голову. Обращаю внимание, выстрел в голову, в затылочную часть. Не в лобовую, как бывает в случае атакующего человека, а в затылочную часть головы. Вот сюда, посмотрите, во, в затылочную часть, в голову. Что, возможно, говорит о хладнокровном убийстве. Восемь часов издевались над человеком, ни адвоката, ни свидетеля, ни понятых, никого. И что там внутри творилось, мы можем только догадываться, пока не будет официального расследования.